ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мягкий переплет 136 страниц, в которые вошли выпуски с 7 по 10, 10.1 и выпуск «Удивительный Человек-паук» под номером 677. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Камильфо. История данного тома начинается с несчастного случая, который приключается с Мэттом Мердоком и слепыми детьми, которых он в качестве волонтера каждый год вывозит на природу. Чтобы они могли открыть для себя что-то новое. Уже в образе сорвиголовы, Мэтт столкнется здесь большей проблемой, нежели очередной суперзлодей. Ему придется бороться за жизнь детей, а позже и за свою, так как ситуация будет стремительно меняться не в лучшую сторону. В этом томе, как и в предыдущем, сорвиголову навестит именитый супергерой. Но не один, а уже два, в лице Человека-паука и кошки. В этой части тома сюжет повествует о хитроумной подставе кошки, и чтобы ее оправдать, Спайдер-мен обращается к адвокату. Немного комично звучит, но да ладно. Главным злодеем этого тома, как все уже поняли по обложке, стал Человек-крот. По моему мнению, самый отвратительный и неприятный персонаж Марвел. Как он причастен к массовому осквернению могил, в том числе и могилы отца Мэтта Мердока, вы узнаете в этом томе. Центром же этого тома остался сюжет, который крутится вокруг Омега-диска, на котором содержится секретная информация о всех пяти преступных организациях. Таких как Гидро, Византийское агентство, Черный спектр, Тайная империя и Ци. Сорвиголова – увлекательный комикс, и к счастью, серия посвящена не только схваткам и испытаниям. Она в первую очередь о человеке, пытающемся вновь обрести себя. Уже, наверное, каждый в Нью-Йорке догадывается, что Мэтт Мердок и незрячий супергерой – одно и то же лицо. Однако Мэтт спокойно появляется перед людьми в футболке с надписью «Я не сорви голова» и двусмысленно улыбается. Рисунок в комиксе, как всегда, хорош. Этот том объединил много разных художников. У комикса, я бы сказал, есть реальный стиль ретро, который выражается в цвете рисунка и его подачи. Это немного делает комикс этаким забавным возвратом Marvel 60-х, но при этом не теряя манеру повествования 2000-х. Все это вместе превращает комикс в уникальное произведение. Не забывайте подписываться на мой канал на Ютубе и группу ВКонтакте, а также вступать в группу официальной коллекции комиксов Marvel от Ашет. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok